Какие бы то ни было слухи об отставке кабинета министров, или премьер-министра, или отдельных министров, я комментировать не считаю правильным, потому что это компетенция президента Российской Федерации, и решать это тоже президентом. Игадание на кофейной гуще — это, наверное, не самое правильное и полезное занятие, которым можно заниматься. То, что касается именно итогов премьерства Медведева, я считаю, что их нужно оценивать как комплексный итог деятельности правительства. И здесь у нас есть два таких показателя, по которым, наверное, можно это посмотреть. Первое — это качество исполнения президентских указов, потому что это главное поручение, которое было дано Кабинету министров Владимиром Путином как президенту, как человеком, который доверил министрам и премьер-министру, в частности, занимать соответствующие места в органах государственной власти. И это качество, оно достаточно высокое, но оно не идеальное и явно недостаточно, исходя из тех ожиданий, которые были. Это первое. Второй показатель — это уровень той оценки, которую дают граждане в деятельности Кабинета министров. Это был опрос в ЦИОМА, который проводил этот фонд среди жителей нашей страны. Там была достаточно большая выборка, и граждане из трех, из пяти возможных баллов поставили три с чем-то Кабинету министров. В принципе, с учетом того, что есть министры явные аутсайдеры, которые всю эту конструкцию тянут вниз, это неплохая оценка, это четверка, условно говоря. Но за счет того, что есть ряд министров, которые просто набрали запредельно, скажем так, низкие баллы, общая эффективность Кабинета министров для наших граждан, с точки зрения наших граждан, она тоже снизилась. И я считаю, что эта проблема Кабинета Медведева в том, что механизма самоочистки там работающего нет. Почему проблема Медведева? Потому что эти люди в конечном итоге подставляют его. Они не дискредитируют сами себя, они, хотя безусловно дискредитируют, дискредитируют не только сами себя или то дело, которым они занимаются, а в первую очередь они подставляют Медведева. И, конечно, самый вопиющий пример это Министерство образования, где его министр Ливанов стал самым неэффективным министром российского правительства. Он набрал два балла из пяти возможных. И, естественно, средний балл от этого закономерно упал. Если смотреть все остальные рейтинги, начиная с медиалогии, как ваши коллеги-журналисты, например, воспринимают деятельность министров, там Ливанов единственный, кто имеет вообще отрицательное значение, то есть ниже нуля, причем сильно ниже нуля. И это чего не коснись. Но при этом, как мы все видели на отчете Дмитрия Анатольевича перед Государственной Думой, Ливанов это не рубль, чтобы всем нравиться, и убирать его Медведев не планирует. Это, безусловно, позиция, которую стоит уважать, но с которой я, например, согласиться не могу. Ливанов это, конечно, не рубль. Потери от него гораздо больше, чем эта сумма. Они исчисляются миллиардами, если как-то можно вообще вычислить то, что нашу страну лишают будущего, в принципе. Ну, убивая российское образование, мы занимаемся именно этим, лишением самих себя будущего. Это, во-первых. Во-вторых, у нас и Сердюков, если помните, тоже был не рубль, и тоже его не хотели убирать, а в итоге все обернулись совсем некрасиво. Мне кажется, не стоит ждать этого, тем более, что дождемся, потому что те скандалы, которые сейчас возникают вокруг Министерства образования, они уже отдают откровенной Сердюковщиной. И, на мой взгляд, Медведев напрасно терпит вот этого кадра рядом с собой. Человек откровенно подрывает доверие граждан к правительству в целом. Я с прискорбием это признаю, потому что речь идет о лидере моей партии, и я вижу, что нашего лидера системно подставляют, вот просто на каждом шагу. Мне больно на это смотреть. Поэтому я считаю, что при тех замечаниях, которые были сделаны в части исполнения президентских указов и других вопросов, они, безусловно, будут устранены, потому что правительство будет стремиться повысить свою эффективность, и заявления Медведева, они об этом именно говорят. При всем при этом, вот наличие в кабинете министров таких персонажей, как Ливанов, откровенно дискредитирующих и господина Медведева, и, в принципе, всю страну, именно так, оно, конечно, подрывает доверие многих кабинетов министров, еще раз говорю, признает вас прискорбием.